Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 27 сентября, среда. Я вас поздравляю с этим днём. Я понимаю ваше настроение. Вам сейчас очень трудно. Вообще этот год был очень тяжёлым для нас. Экзамены, документы, нервотрёпка. Сейчас вот пенсии задерживают. Поэтому комментарии пишите, конечно, очень злостные. Вам же хочется вылить весь негатив на меня, правда? Как будто бы это я всё это делаю. И законы сочиняю, и документы у вас беру, и пенсии вам не выплатила. Зависть какая-то. Да, у меня действительно муж в море ходил. И действительно у меня были какие-то накопления. Ну, вы сами понимаете, что деньги имеют свойство заканчиваться. Поэтому надо их всё время подкреплять. Да, он работает. Но он работает на минималку всего лишь, дворником. И больших накоплений нету. Ну, когда я была маленькая, я росла в очень бедной семье. Я очень бедной. Отец алкоголик, бабушка ещё на иждивении была, трое детей. Мама работала одна. И у неё всё равно были какие-то накопления. Она всё равно откладывала денежки, что называется, на чёрный день. Поэтому говорить, что люди живут только этой пенсией, ну, не знаю, может быть, кто-то живёт только пенсией. У нас, конечно, есть какие-то маленькие накопления, маленькие денежки, которые на всякий случай можно их использовать. Я думаю, это у всех. Так что не надо очень сильно завидовать, да. Мы примерно живём все одинаково. И ещё. Вы видите, что я веду свой YouTube-канал. И для некоторых это тоже, ну, просто жаба душит. Ну, ведите тоже свой YouTube-канал. И тоже зарабатывайте. Вы знаете, я когда-то создам обязательно ролик на тему, сколько я зарабатываю в YouTube. Так вот, хочу, наверное, обрадовать свою, не знаю, подписчицу, ну, по крайней мере, зрительницу, что за лайки, подписки и комментарии YouTube не платит. Платит только за просмотр ролика с рекламой. Меня 50% смотрит вообще Россия. А в России санкции, там отменили рекламу. Так что очень сильно не завидуйте, не завидуйте. Просто начинайте вести свой YouTube-канал. И говорите там всё, что угодно. Я же вам не запрещаю. Я говорю то, что я говорю. Нравится? Оставайтесь. Не нравится? Я же никого не держу. Это первое. А во-вторых, люди каждый день ко мне приходят новые-новые люди. Это говорит о том, что людям нравится, значит. Ладно, давайте не будем нотации читать. Давайте улыбнёмся вместе, потому что молодость, особенно в нашем возрасте, скрашивает наш внешний вид на лет 20. А нам это очень необходимо. Мы же хотим быть помоложе, правда? Вот подойдите к зеркалу, улыбнитесь, а потом сделайте грустную, злую мину и посмотрите, насколько молодое лицо моложе, чем старое. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Ставьте лайк. А кто не подписан, подпишитесь, правда? Поехали. Я же вам говорила, что я люблю газету Delphi и часто беру информацию оттуда. Хотя я смотрю все газеты, которые на русском языке и даже на латышском я перевожу на русский язык, потому что мне понятнее на русском, чем на латышском, правильно? Вот. И сегодня мы обратимся к двум газеткам. Делфи и Балтиес Балс. Да? Эта новость именно оттуда. Начнём с Делфи. Граждане РФ в Латвии должны получить пенсии до конца следующей недели. Хорошая новость. Сейчас скажете, вот они задержали тут, вот на целую неделю. Ребят, ну не год же ждать. Ну всего недельку потерпим, правильно? Не столько терпели. Вон целый год с документами возимся. Значит так. Государственное агентство социального страхования ВСА планирует выплатить пенсии российским пенсионерам в Латвии до конца следующей недели. Об этом сообщает агентство «Лето» со ссылкой на пресс-секретаря ВСА Ивету Дайне. Ранее у российской стороны возникли трудности при переводе денег в Латвию. На этот раз Российский фонд пенсионного и социального страхования заверил ВСА, что необходимые средства взысканы у банка и на этой неделе будет произведён повторный перевод. Если транзакция произойдёт без заминок, после получения денег ВСА сможет произвести выплаты проживающим в Латвии российским пенсионерам до конца следующей недели. Как сообщалось, выплата российских пенсий за третий квартал текущего года задерживается в связи с тем, что из фонда пенсионного и социального страхования России не получены денежные средства. Указанные пенсии выплачивают через ВСА. Фонд пенсионного и социального страхования России сообщил ВСА, что идёт поиск решения, которое позволит России осуществить перевод денег через выплату пенсии. Как только указанные средства будут получены, ВСА обеспечит их выплату. В случае, если задержка выплаты российских пенсий вызвала у получателей проблемы с удовлетворением неотложных повседневных потребностей, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальную службу своего самоуправления. ВСА перечисляет российские пенсии проживающим в Латвии лицам, которым пенсии назначены в соответствии с договором между Латвией и Россией о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действует с 19 января 2011 года. Временные уполномочены, производитель посольства России в Латвии Олег Зыков, вызванный в Министерство иностранных дел для дачи объяснений о задержке выплат пенсии гражданам своей страны в Латвии, пообещал найти скорейшее решение для перечисления пенсии. Сейчас мы с вами перейдем к газетке «Балтия с Балс». Что пишет она? В «Балтия с Балс» статья называется «Сообщили, когда российским пенсионерам выплатят задержанную пенсию». Ура! Ура! Если не будет повторных задержек с доставкой средств в Латвию, Государственное агентство социального страхования ВСА сможет выплатить пенсии российским пенсионерам, проживающим в Латвии к концу следующей недели, сообщила и в этой дайне пресс-секретарь ВСА. Так что к концу следующей недели будем с денежками. Готовьте поход в ресторан. Это я шучу. Агентство получило информацию из Фонда пенсионного и социального страхования России о том, что средства возвращены из банка корреспондента, и на этой неделе будет осуществлен повторный перевод. Я вам уже говорила, что деньги из России сначала идут в этот банк-корреспондент, а потом этот банк-корреспондент уже переводит в наш ВСА, а ВСА уже по банкам нам. Если не будет препятствий, то после получения денег ВСА сможет осуществить выплату российским пенсионерам, проживающим в Латвии, до конца следующей недели. Сообщалось, что выплата российских пенсий за третий квартал этого года будет отложена, поскольку не поступили средства из Пенсионного фонда и Фонда социального страхования России. Российские пенсии в Латвии получают более 10 тысяч пенсионеров. Пенсии переводятся ежеквартально. Российские пенсии в Латвии обычно выплачивает Индустробанк, который ранее назывался Меридиан Траде Банк, а еще ранее он принадлежал российскому капиталу и именовался СМП-банк – Северное морское пароходство. По неофициальным данным, причиной сбоя механизма выплаты пенсий стала боязнь нарушить антироссийские санкции. Что произошло на самом деле, неизвестно, поскольку, когда речь заходит о санкциях, банкиры молчат, как партизаны. Напишите мне, пожалуйста, понравилась ли вам эта новость. И посмотрите мой предыдущий ролик, потому что я думаю, что вы очень мало кто его посмотрел, потому что он кому-то, вот эти новости, пригодятся, да? И ролик будет этот полезен кому-то. До встречи!